Что нужно для того, чтобы ликвидировать пробки, на чем за 15 минут добраться с окраины города до центра? Новосибирская агломерация обеспечит транспортную доступность территории. Все подробности у Ксении Бородкиной. Больше двух десятков муниципальных образований региона войдут в состав новосибирской агломерации. Работа над проектом идет уже около двух лет. И сейчас специалисты создают транспортную модель. Чтобы обсудить перспективы проекта, издательский дом «Советская Сибирь» собрал руководителей районов и экспертов в этой области. «Советская Сибирь» ответила свое 95-летие. И вот как бы соблюдая традиции и развиваясь дальше, мы решили стать и организаторами событий. То есть проведение круглых столов, проведение прямых линий. И считаю, жители области должны знать больше о том, какие планы в правительстве, в муниципальных образованиях существуют по развитию этих территорий. Специалисты оценивают транспортный поток, загруженность магистралей, создают модели дорог, которые свяжут населенные пункты. Первая ступень уже пройдена, чтобы ликвидировать пробки. Между Новосибирском и поселком Кольцово запустили Барышевский тоннель. Влияние действительно устойчивых хороших дорог, и стало быть, они вытягивают и более стабильную работу транспорта, потому что даже вот тоннель сразу вытягивает и другой подход к транспортному сообщению Новосибирск Кольцо. В проекте агломерации предусмотрен запуск скоростного трамвая, электричек, создание больше трех тысяч дополнительных транспортных узлов. Издательский дом «Советская Сибирь» будет информировать горожан о том, как продвигается проект. В планах компании проводить подобные пресс-конференции регулярно. Ксения Боронкина, Александр Егоров. Новости ОТС.